Кто бы мог подумать в начале мусорной реформы, что она буквально заедет в каждый дом. Барнаульский рекоператор впервые начал выдавать жителям частного сектора своей зоны индивидуальные мусорные контейнеры. Новшество, конечно, интересное. Но сейчас посмотрим, как все это будет обстоять. По размеру вроде бы нормальный. Бак легкий, рассчитан на 120 литров. Это месячная норма на человека. Пластик прочный. Будете беречь, да? Как зеницовка. На территории бестарный вывоз мусора. Конечно, это есть неудобства. Это и ветер, и животные, которые растаскивают это все. Но надеемся, что с данными мерами у нас будет порядок на территории. Порядок и комфорт взял на себя рекоператор. Платы жителей за индивидуальный бак ни разово, ни ежемесячно не будет, поясняет в компании. По федеральному закону отходы нельзя складировать бестарным способом. Чтобы здесь у граждан было и удобно, и все согласно федерального закона, мы за счет своих собственных средств приобрели 2000 контейнеров. Вот в поселке Октябрьском, Гласихинская администрация, будет выдано 1000 контейнеров. Вторую тысячу контейнеров распределяют среди жителей авиатора и спутника. Личные баки должны положительно отразиться на санитарном состоянии поселков. У нас много жалоб, что кто-то идет откуда-то и бросает в эти баки свой мусор. Ну а тут, пожалуйста, закатило и ради бога. В декабре и январе рекоператор будет вывозить здесь отходы как из индивидуальных контейнеров, так и бестарным способом. Потом мусор будут забирать только из баков, которые предоставил Экосоюз. Единственное требование – это следить за состоянием контейнера, не складывать отходы, которые нельзя на них размещать, потому что контейнер пластиковый, туда не подходят горящие, что-то там, кирпичи туда нельзя складывать. Жители несут материальную ответственность за баки, подчеркивают в компании. На покупку 2000 мусорных контейнеров рекоператор потратил около 3,5 миллионов рублей. И эту работу продолжат в следующем году. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.